Почти 17 тысяч жителей Алтайского края болеют ОРВИ. Таковы данные Роспотребнадзора за прошлую неделю. Заболеваемость растет среди взрослых и школьников. А что касается гриппа, то он пока не циркулирует. Но уже на пороге. Пик заболеваемости прогнозируют в ноябре-декабре. Поэтому нужно вакцинироваться, отмечают эпидемиологи. После вакцинации против гриппа заболеть гриппом невозможно. Эта вакцина не живая. Поэтому она не может вызвать как таковой поствакцинальный грипп. Поэтому не нужно бояться. Грипп – это из всех респираторных инфекций. Та инфекция, которая дает наиболее тяжелое течение и, к большому сожалению, летальные исходы. Если мы говорим о группах риска, о детях, те осложнения, которые могут быть, это прежде всего, помимо бактериальных пневмоний, грипп сам по себе вызывает вирусные пневмонии, которые дают тяжелое течение. В зоне риска по гриппу беременные дети 6 месяцев. Они больше всего нуждаются в вакцинации. На сегодняшний день регион получил 440 тысяч прививочных доз. На подходе еще один транш. Ожидается больше 100 тысяч инъекций. Специалисты здравоохранения напоминают порядок вакцинации. Сначала проводится допуск к прививочке, то есть обязательно прием врача-терапевта. Или если это в сельской местности, у нас даже ФАПы обеспечены вакциной, фельдшер проводит осмотр, допуск, измерение температуры, собирает наличие возможных жалоб. Естественно, смотрит общий статус обратившегося человека, который подлежит прививочке, потом допускает до вакцинации. А еще за прошлую неделю в Крае зафиксировали почти 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это в разы меньше аналогичного периода прошлого года. Тогда заболевших было 5 тысяч. Пока привиться от ковида в государственных поликлиниках не получится. Бесплатная вакцина закончилась. Но вопрос решается. Сделать это можно индивидуально в частных клиниках. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Тень с толком.